Дом на возвышенности На протяжении столетий термин «балахане» использовался для обозначения небольших надстроек, кервансараев, культовых общественных сооружений. Именно так называется комнатка верхнего яруса древнего храма огнепоклонников Атешкях в селении Сорохане, где в 1858 году Александр Дюмали цезрел последних практикующих зарослицев. В случае с селением «балахане» это название более чем оправдано. Самая высокая точка селения, древнего кладбища, где я сейчас нахожусь, расположена на 54 метра выше уровня моря. Для сравнения, Бакинская бухта расположена 27 метрами ниже уровня моря, и именно эту разницу компенсирует Девичья башня. Так вот, такое расположение селения «балаханы» в плоскостном рельефе Абширонского полуострова раскрывает великолепную перспективу на Романинский замок, селение Сабунчи и Забрат, а также на ультрасовременные небоскребы проспекта Гейдара-Алиева, очень интересно, перекликающиеся с миноретом балаханской джума-мечети. Кстати, сам проспект Гейдара-Алиева в былые времена назывался не иначе, как «балаханское шоссе». О древней истории селения «балаханы» можно судить по уникальным архитектурным памятникам и историческим артефактам. Наибольший интерес представляют сооружения периода династии Шерваншахов и Сефевидов, мечеть Хаджа-Шахла, Мавзоли-Шакираха, Караван-Сарай-Шах-Сефи, а также недавно восстановленный Офдан – подземное водохранилище и раскопанный поблизости банный комплекс Гумхамамы. Один из древнейших банных комплексов на Абшироне, балаханское Гумхамамы, является собой интереснейший пример средневекового зодчества периода династии Шерваншахов. Банный комплекс состоит из 16 помещений различных конфигураций и предназначений. Баня снабжена двумя бассейнами и одним водным резервуаром. Она обогревалась смешанными с нефтью песчаными массами из близлежащей горы Кирмахи, отчего баня, возможно, и получила свое название Гумхамамы – песчаная баня. Вместе с тем, объемы бани с ее 16 помещениями для селения Балаханы, где в 1816 году проживало 792 жителя, были слишком велики. Исследователи пришли к мнению о том, что вполне вероятно, эта баня использовалась торговыми караванами, которые проходили через это селение на протяжении столетий. Именно расположение Гумхамамы на караванном пути еще более подтверждает это предположение. Наряду с двумя колодцами с пресной водой, основным источником снабжения банного комплекса Гумхамамы, равнозначительной части селения Балаханы является великолепный по своему исполнению овдан. Именно здесь очень интересно обыграна магическая цифра 40. 40 ступеней, исполненных из цельных каменных плит, ведут в прохладу 15-метровой глубины колодца, откуда во всей своей красе раскрывается великолепие каменной кладки. Как сама шахта-колодца, так и стрельчатый свод над ступенями выложены с удивительной точностью, мастерством и изяществом. Сефивитские правители придавали особое значение торговле в северном направлении. И находящемуся на караванном пути селению Балаханы в этих планах отводилась особая роль. Наглядным подтверждением этому является построенный в 1636 году устадом Пюмханом Балаханский каравансарай. Несколько аскетичный по своему архитектурному решению, каравансарай отличается великолепным порталом, обращенным на север, довольно вместительным внутренним пространством, почти 120 квадратных метров. Это отчасти напоминающее военное сооружение-постройка являлось последним местом пристанища купцов, направлявшихся в сторону Баку. Древнейшим культово-мемориальным сооружением селения Балаханы является расположившаяся на вершине древнего кладбища мечеть Хаджи-Шахла. Возведенная в 1385 году мастером Арифом в период государства Шерван-Шахов мечеть-усыпальница находилась в плачевном состоянии и была практически реконструирована в последние годы. Не менее интересным культовым сооружением селения Балаханы, находящимся в непосредственной близости от мечети Хаджи-Шахла, является мавзолей Шакирага, датирующийся приблизительно 1428 годом. Балаханский житель Шакирага занимал довольно высокий пост при дворе Шерван-Шаха Ибрагима I – Амир-Ахур, управляющий по строительным и хозяйственным вопросам. Возможно, именно этим объясняется добротность кладки и великолепие украшенного сталактитами свода мавзолея, простоявшего без малого шесть столетий. По мнению академика архитектуры Шамиля Сифулавича Фатулаева, мавзолей Шакирага – это новая ступень в эволюции Абширонских мемориальных сооружений. По своей планировке Балаханский мавзолей перекликается с усыпальницей дворцового комплекса Шерван-Шаха в Бакинской крепости. Очень необычным и по-своему завершающим аккордом дореволюционного мемориального зодчества Абширона является некрополь балаханской семьи Эльдар-Зааде, возведенной в 1916 году в связи с трагической гибелью юного Малика Эльдар-Зааде. Как рассказывают балаханские старожилы, неуважительное поведение юноши стало причиной весьма эмоциональной реакции его отца, Мащада Амира Эльдарова, который в порыве гнева метнул мальчика небольшой гисовой гирькой. И вот это вот импульсивное действие отца возымеет летальный исход для сына. Возведенный впоследствии мавзолей станет своего рода символом отцовского покаяния. И именно этим объясняется уникальность как архитектурного решения этого мавзолея, так и его технического исполнения. На склоне кладбищенской возвышенности на высоком каменном цоколе расположилась миниатюра греко-римского храма открытого типа со сквозной аркадой, массивными вазонами по углам и филигранной арабской вязью, глубоко врезанный в камень, повествующий драматичную историю семьи. Примечательно и то, что фронтон балаханского мавзолея семьи Эльдар-Заде украшен восьмиконечной звездой и полумесяцем, символами Первой Азербайджанской республики 1918-1920 годов. Как говорил польский литератор и афорист Антоний Ригульский, могильные плиты – это письма, адресованные в вечности. Под этим скромным надгробием, с раннесоветской символикой и интересным сочетанием арабской вязи с латинским письмом покоится человек, чье имя и сегодня балаханцы произносят не иначе, как с колоссальным чувством почтения и человеческой признательности – Мешады Кампан Гадымов. Семья Гадымовых стала своеобразным символом процветания балаханских предпринимателей в период нефтяного бума. То было время, когда местные селяне начинали свой бизнес с рытья нефтяных колодцев чуть ли не в своих дворах. Впоследствии многим удалось сколотить солидные капиталы. В 1872 году, когда начался нефтяной бум, Али Бахышу Гадымову было всего лишь 19 лет. Однако энергичный, физически очень крепкий, сильный, авторитетный в своем кругу юноша очень быстро внедряется в этот бизнес. Вскоре он понимает, что в таком деле, как нефтяное, без серьезных компаньонов не обойтись. Именно их он находит в лице в начале Тагиева, а затем владельцев крупнейшей в Российской империи – компаний братьев Нобелей. Компаньонские связи с Тагиевыми и Нобелями, а равные компания братьев Гадимовых, основанная в 1908 году, снискали Али Бахышу Гадимову своеобразное прозвище в балаханах – компаньон или усеченной форме компан. Однако подлинную известность этому человеку принесли не масштабы его деятельности. Компания братьев Гадимовых добывала всего лишь порядка 250 тысяч тонн нефти в год. Источником его авторитетности была его необычайная щедрость и благотворительность. Это был такой своеобразный балаханский Тагиев, о котором местные сельчане говорили. Компань вердины гери алмаз. Деньги, данные в долг, компань не берет обратно. Именно эта набожность, открытость, благотворительность позволили Мешады Компану Гадимову пережить советизацию, как и Тагиеву, и спокойно отойти в мир иной в своем доме в 1928 году. Мир его праху! Аллах раматарасу! Личность Мешады Компана Гадимова как нельзя лучше раскрывает наиболее яркую и интересную страницу истории селения Балаханы, а именно историю балаханской нефти и связанную с этим череду балаханских рекордов не только в области добычи, переработки и транспортировки нефти, но и в сфере кинематографа, медицины, фундаментальной науки и даже спорта. Самым древним артефактом, связанным с речем колодцев селения Балаханы, является извлеченная из 35-метровой глубины каменная надпись с указанием имени автора «Аллах-Яр-Маммад-Нур-Оглы» и дата «1594 год». Это был год, когда в Англии была поставлена пьеса «Ромео и Джульетта», за которой последуют «Гамлет», «Магбет», «Король Лир», «Отелло». Однако, если авторство шекспировских произведений оспаривается и по сей день, то каждый из древних балаханских колодцев имел своего автора, мастера у стада. А сами колодцы, как плод очень тяжелого и зачастую небезопасного труда, назывались очень своеобразными именами «Алебеги», «Халафи», «Бичаги», «Хануми», «Хейдари», «Гази», «Шихи», стоит ли удивляться тому, что балаханские нефтяные колодцы на протяжении столетий являлись главной достопримечательностью, красочно описываемой приезжающими сюда путешественниками. Так Иоганн Якоб Лерхи, состоявший при русском посольстве в Персии, оставил подробное описание балаханских нефтяных колодцев. «30 июля 1733 года проехал я пять верст от неугасимого огня до балахан к черным нефтяным ключам. Кладези уных находились во время персидского шаха, посредством коих великий тогда отправлялся торг. На момент присоединения бакинского ханства к Российской империи в 1806 году в селении балаханы насчитывалось 77 действующих нефтяных колодцев. Почти все они принадлежали последнему бакинскому правителю Гусен-Гулу-хану. После заключения Гюлюстанского договора в 1813 году колодцы переходят в распоряжение российской казны, которая сдает их на откуп частным лицам. Вместе с землей откупщик получал право на эксплуатацию местных балаханских христиан, чей опыт в рытье и обслуживании колодцев был настолько незаменим, что казна закрепляла их за нефтяносными землями. Таким образом, балаханы станет единственным местом, где до 1864 года существовал институт крепостничества». 24 июня 1871 года на этом месте произошло событие, открывшее новую страницу в истории как бакинской, так и мировой нефтедобычи. На Мерзоевском промысле на глубине 45 метров была пробурена скважина, которая дала обильный выход нефти. 700 пудов в день, 11 тонн в сутки. Так, на балаханских промыслах была получена первая промышленная нефть. В 1869 году откупщик Мерзоев получает разрешение у горного ведомства на бурение скважин. Однако пробуренная в 1870 году до глубины 32 сажень, порядка 55 метров, скважина вдруг начала издавать странные звуки. Из скважины послышался шум. Полетели камни, песок, вода. Набожный мастер, испугавшись происходящего, повелел забросать скважину. И даже пригласил священника, чтобы очистить место от нечистой силы. Однако пробуренная неподалеку, на куда как меньшей глубине скважина через год, даст обильную нефть. А год спустя, в феврале 1872 года, была отменена откупная система землепользования. И выпущенный, словно джин из бутылки, первый нефтяной бум, необузданный мощью балаханских, сабунчинских, сураханских и бибиебацких фонтанов, преобразил облик как всего Баку, так и его бьющегося нефтяного сердца, древнего селения Балаханы. Однако, задолго до знаменитого нефтяного бума, в Балаханы осуществляется новшество мирового масштаба. Именно здесь, в 1837 году, талантливый инженер, выпускник Петербургского горного кадетского корпуса Николай Иванович Воскобойников, запустил в эксплуатацию завод, где впервые в мире была применена перегонка нефти вместе с водяным паром. Следующим балаханским рекордом станет первый в Российской империи трубопровод, связавший промыслы Балаханы с нефтеперерабатывающими заводами товарищества братьев Нобелей в Черном городе. В октябре 1888 года Балаханы посетил российский император Александр III, которому были показаны промыслы Нобелевского товарищества, Каспийско-Черноморского общества Ротшильда, а также фонтанирующая скважина видного азербайджанского нефтепромышленника и мецената Шамсе Садылаева. Характерной особенностью селения Балаханы является и то, что многие из рекордов его нефтяной истории, на первый взгляд даже не будучи связаны с нефтью, при ближайшем рассмотрении обнаруживают явную нефтяную подоплеку. В 1898 году известный фотограф, кинематографист, журналист, редактор и издатель Александр Михайлович Мишон снял в Балаханы короткометражный документальный немой фильм «Нефтяной фонтан на промысле Балаханы», считающийся первым фильмом в истории азербайджанского кинематографа. Здесь же, в рабочем клубе поселка Балаханы, в августе 1898 года состоялся первый киносеанс, на котором был продемонстрирован фильм Мишона, отчего 2 августа отмечается как День национального кино в теперь уже независимом азербайджане. Не менее интересным балаханским рекордом, пусть и опосредованно, но также связанным с нефтедобычей, является то, что именно селение Балаханы стало колыбелью азербайджанского футбола. С началом нефтяного бума в Балаханы съезжается большое количество иностранных специалистов, в том числе англичан. Именно они в 1905 году сформируют первый местный футбольный клуб, который интерпретацией местного населения звучал несколько оригинально. Вообще-то это был Юнитаз. За ним последуют клубы «Спортсмен», британский клуб, но и балаханцы не хотели отставать от англичан. В 1911 году ими создается Балаханский футбольный кружок, на базе которого в 1937 году будет сформирован клуб «Невчи». А ровно сто лет спустя, после организации Балаханского футбольного кружка, на балаханских выпасных землях озера Беюкшор закладывается фундамент самого крупного в регионе и третьего на постсоветском пространстве после московских лужников и Киевского олимпийского стадиона Бакинского олимпийского стадиона, вместимость которого составляет без малого 69 тысяч посадочных мест. Торжественно открытый к первым европейским играм в 2015 году, стадион соответствует самой высокой, четвертой категории УЕФА. Как и в случае с Баку, нефтяной бум создает очень пеструю этнокультурную палитру в селении Балаханы, чье население увеличилось с 2276 жителей в 1890 году до 6578 в 1912 году. При этом, если по данным словаря Брукгауза и Ефрона в конце 19 столетия практически все балаханцы были мусульманами-шуитами, то в начале 20 столетия меняется не только этнический, но и конфессиональный состав селения. В период нефтяного бума традиционные кварталы селения Балаханы, Ашагию Харимхалла, разделенные древним кладбищем, Рзагулу Чанди, Джам Хусейн Махалласи, Готро, начинают обрастать новыми рабочими поселками с довольно характерными названиями Артем и Восьмой. Большой наплыв рабочих из Южного Азербайджана приводит к появлению Хамшари Махалласи. В селении появляются семьи, кланы еврейских предпринимателей, польских инженеров, немецких нефтепромышленников, складывается татарская община, появляется Мордовский двор. Однако при всей этой этнокультурной и конфессиональной пестроте коренные жители селения Балаханы и сегодня, наряду с азербайджанским языком, говорят на очень интересном диалекте фарси, который местные жители именуют не иначе, как Балаханский язык. Это, безусловно, еще один очень интересный и колоритный штрих к портрету одного из древнейших прибакинских селений – Балаханы. Субтитры создавал DimaTorzok В начале 20-го столетия в Балаханы наряду с новыми мечетями возводятся православные храмы – Шибаевская церковь Святого Макария Египетского и Кокаревская Михайло-Архангельская церковь. Увы, эти сооружения не переживут советского периода. Однако именно Балаханская община гонимых в Иране бахаистов станет крупнейшей на Кавказе. Как и в Баку, в Балаханы складывается толерантная среда, из которой выйдет плеяда ярких ученых, общественных деятелей, представителей искусства, прославившихся не только в Азербайджане, но и за его пределами. Одним из них станет доктор геолого-минералогических наук, член-корреспондент Академии наук СССР Герман Августович Хельквест. А уроженец Балаханы Лев Давидович Ландау удостоится Нобелевской премии по физике. Семья Ландау пользовалась большим почетом и уважением как в селении Балаханы, так и впоследствии во всем Баку. Отец будущего Нобелевского лауреата Давид Лович Ландау был управляющим Балахано-Сабунчинскими промыслами второго по величине после товарища Братьев Нобелей Каспийско-Черноморского нефтяного общества Альфонса Ротшильда. А мама Льва Давидовича, Любовь Венеминна Гаркави, была одним из первых практиковавших в селении Балаханы врачей-гинекологов. Выпускница Женского медицинского института в Санкт-Петербурге Любовь Венеминна, возможно, практиковала в одном из учреждений подобного рода, как бывшая больница Совета съезда нефтепромышленников в селении Балаханы. Примечательно и то, что Женский медицинский институт в Петербурге финансировала Марта Людвиговна Нобель, дочь Людвига Эммануиловича Нобеля, большая часть промыслов которого также находилась в Балаханы. Таким образом, черное золото балаханских промыслов возвращалось в Балаханы золотом человеческого капитала. Наряду с приезжими нефтепромышленниками и предпринимателями в период нефтяного бума появляется значительная прослойка зажиточных балаханцев. И дело было не только в финансовой обеспеченности, но и в восприимчивости балаханцев к прогрессивным веяниям времени. Так в доме нефтепромышленника Мещадима Угдара Гулиева, отца трех дочерей, открывается женская школа, в которой преподает выпускница первой на мусульманском востоке женской школы Тагиева Иглемахану Малиева. Складывавшаяся веками система застройки селения Балаханы с его узенькими, вьющимися, искривленными улочками не позволяла наиболее состоятельным балаханцам в период нефтяного бума осуществлять здесь сколько-нибудь масштабные проекты. Поэтому такие известные балаханские семьи, как Ашумовы, Джабиевы, вкладывали свои капиталы в бурно застраивающийся Баку. Однако именно это позволило сохранить вот этот вот удивительный шарм и колорит старинной балаханской застройки. В конце 19-го, начале 20-го веков в селении Балаханы начинает складываться свой, очень характерный, я бы даже сказал, балаханский стиль оформления фасадов жилищных и более состоятельных сельчан, когда внешние стены окрашивались в такой густотертый, красноватый, охристый цвет и украшались очень оригинальными медальонами, отчасти напоминающими ковровый рисунок. Именно этот исторически сложившийся стиль оформления фасадов пытаются возродить сейчас реставраторы в ходе масштабных благоустроительных работ. Многие балаханцы, следуя европейским традициям, украшают интерьеры своих жилищ фресками и стенной росписью. Оригинальные росписи по прошествии более чем 100 лет сохраняются в балаханских жилищах, но требуют серьезной реставрации и консервации. Балаханские предприниматели инвестировали свои капиталы и в бурно застраивающийся Баку начала 20-го столетия, осуществляя впечатляющие проекты. Так, мечеть балаханского купца Хаджи Султана Али Ашумова, располагающейся за станцией метро Низами, была в числе четырех наиболее крупных и величественных мусульманских культовых сооружений дореволюционного Баку. А на месте балаханской мечети Ашумова в советское время будет возведена школа. Однако именно Хаджи Султана Али пригласил в балаханы выдающегося поэта-сатирика Мирзу Аликпера Сабира. В 1910 году уже больной туберкулезом Сабир отдыхал на Ашумовской даче. Когда же не без участия Ашумова в селении Балаханы была открыта школа благотворительного общества Нашер Маариф, Сабиру предлагают преподавать уроки шариата. Здесь проведет последний год своей жизни великий мастер слова и мира. Проживший в балаханы последний год своей жизни Мирзу Аликпера Сабира оставил весьма яркую память по себе в этом селении. Так, до середины 60-х годов прошлого века у балаханцев были очень популярны поэтические собрания последователей и учеников Мирзу Аликпера Сабира. Память об этом человеке и сегодня сохраняет этот монумент, установленный у школы, где преподавал Мирзу Аликпера. Памятник работы Якова Иосича Кейлихиса является первым скульптурным монументом как в Азербайджане, так, возможно, и на всем мусульманском Востоке. Первоначально установленный в 1922 году в садике Сабира у здания Президиума Академии наук в центре Баку, этот памятник будет заменен более монументальной статуей работы Джалала-Гар-Яхды в 1958 году. Стоячую статую перенесут в балаханы, последнее пристанище Сабира. Однако при переносе памятника был утрачен великолепный пьедестал, украшенный восточным орнаментом. Хочется надеяться, что в ходе масштабных благоустроительных работ, проводимых в балаханы, будет реконструирован прежний постамент первого скульптурного памятника в стране. Как и все крупные промышленные центры, балаханы не обошлись стороной потрясения начала XX века. Революционные смуты, забастовки, стачки, так или иначе связанные с именем человека, портрет которого совершенно неожиданно во время реставрационных работ был обнаружен в одном из старых балаханских дворов. Причем, посмотрите, какой роскошный холст. И вот о происхождении этого уникального артефакта я хотел бы поинтересоваться у владельца дома. Фазелькиши, у портрет сезанной джекелепчих мишты. Мене лэ гёзы ошумшам, а лэ оны бурда гёрмшам. А там, элли кинджи, дэнши тиме гёрэлэ, я тереголахт ассы курдовны. На этом портрете отец народов изображен в форме генералиссимуса во всех своих регалиях. Однако, в 1904 году, когда Коба впервые оказался в селении Балаханы, он являл собой совершенно другую картину. Это был человек с уже определенным криминальным прошлым. В 1902 году, работая на ротшильдевских резервуарах в Батуми, он подпалил эти резервуары, затем устроил беспорядки на закавказской железной дороге, а затем ротшильдевским железнодорожным полотном из Батуми в Баку, он прибывает сюда, в Балаханы, для продолжения творческой биографии. Однако связывать деятельность Сталина в Балаханах исключительно с криминалом было бы не совсем правомерно. Дело в том, что условия, в которых работали балаханские рабочие, да и не только балаханские, были просто бесчеловечными. Романтика старых балаханских колодцев уступила место хищническому бурению, и в сирене Балаханы бытовала такая шутка. В каждом из балаханских колодцев покоится хотя бы один хамшари. Именно это состояние рабочих, примечательно мусульманских рабочих, о котором писал, кстати, один из владельцев балаханских промыслов, Александр фон Бенкендорф, создает идеальные условия для революционной деятельности Коба. Ему удается вовлечь революционное движение с самую забитую, низкооплачиваемую, маргинализированную категорию рабочих мусульман. Именно их участие придает декабрьской стачке 1904 года массовый характер и парализует практически всю Российскую империю. Результатом становится подписание коллективного договора, который Сталин назовет первой рабочей конституцией. Самого Сталина в тревожные дни приходилось прятать от полиции, в чем ему в немалой степени помогли авторитетные балаханские гочи, как, например, Мещадиха Санбала. Однако цель стачки была достигнута. Как ни странно, это прозвучит, но практически все условия коллективного договора имели чисто экономический характер. Девятичасовой рабочий день для всех рабочих и восьмичасовой для ночных смен и буровых партий. Увеличение минимального ежедневного заработка с 80 копеек до 1 рубля, ежемесячный четырехдневный оплачиваемый отпуск. Единственным политическим требованием было празднование 1 мая, на что было также дано согласие. Таким образом, балаханские промыслы становятся колыбелью 1 мая не только в регионе, но, возможно, и в масштабе всей империи, который к тому времени был уже отмерен недолгий срок. Крах Российской империи в марте 1917 года и последовавший за этим политический хаос не обошли стороной балаханы. Приход к власти Бакинского совета народных комиссаров во главе со Степаном Шаумяном этническая резня, учиненная дошнаками при поддержке большевиков, оставят кровавый след в истории балаханы. В кровавые мартовские дни 1918 года возвышенность древнего балаханского кладбища получит новое и весьма своеобразное название Сангар, окоп. Понимая стратегическую значимость балаханских промыслов, большевистское правительство во главе со Степаном Шаумяном направляет в балаханы бронепоезд, укомплектованный хорошо вооруженными боевиками партии Дашнок-Сутсюн. Целью последних было под видом установления советской власти осуществить откровенный грабеж и этническую резню. Понимая нависшую населением опасность, наиболее уважаемые балаханцы Чарбалаи, Идаят, Агаев и Мешады Хабиб Велиев формируют отряды самообороны, которые пытаются встретить большевиков и Дашнаков уже с дорожной станцией, однако силы оказались неравны. Наспех собранные, вооруженные легким стрелковым оружием, местные жители были вынуждены отступить перед имевшим значительное численное и техническое превосходство неприятелям. Укрепившись на кладбищенском холме, балаханцы оказывают сопротивление из последних сил. В ходе столкновений погибает сам Кирбалаи Хидаят. Его последним распоряжением было вывести всех женщин и детей в соседние селения Першаги и Юрдаханы. По воспоминаниям балаханских краеведов, практически ни один из защитников не останется в живых. Однако кучность пулевых следов и их относительно небольшая высота позволяют сделать предположение о том, что именно здесь у древних балаханских святынь в марте 1918 года осуществлялись массовые расстрелы и казни балаханских пассионариев. Пройдет совсем немного времени и в сентябре 1918 года через балаханы победоносно пройдут части Кавказского Исламского Корпуса под командованием 36-летнего турецкого генерала Нур-Упаши Калагиля. Полностью дискредитировавшая себя мартовской резнё большевистская коммуна бесславно падёт, а пришедшая на смену и диктатура Центракаспия пригласит в Баку войска британского генерала Денстервилля. Лишённые поддержки разбегающихся армянских соединений, британцы окажутся не в состоянии удержать наступление турецко-азербайджанских сил. И вновь стратегически важное оселение Балаханы окажется в эпицентре боевых действий, о чём можно судить по военным картам генерала Денстервилля. Но только теперь господствующие высоты вокруг Баку будет контролировать артиллерия выдающегося азербайджанского генерала Алиага Шехлинского. Непродолжительный период Первой Азербайджанской Республики в 1920 году сменится советской властью со всеми вытекающими из этого последствиями. Балаханские, а равные и прочие промыслы будут национализированы, мечети и церкви по большей части снесены, а в уцелевших разместят школы или клубы. Однако именно в это время в промысловой зоне начинают появляться первые рабочие поселки с домами коттеджного типа. Одним из них станет заложенный в 1923 году у самого крупного футбольного стадиона под названием Балаханское поле поселок Разино. А в июле 1926 года центр Баку с Балахана с Абуньчинскими промыслами свяжет первая в Советском Союзе электрифицированная железная дорога, о которой Владимир Маяковский напишет «Ощипью по наслышке конструировали машины, стоящие по Америке, а когда дорвались до американских, увидели, что наврали мало, а кое в чем превзошли свои стальные идеалы». А за год до Маяковского первомайские праздники в Балахане проведет еще один великий поэт Сергей Александрович Есенин. Выбор места был далеко не случайным, ведь именно в селении Балаханы в результате декабрьской стачки 1904 года 1 мая станет официальным праздником. Для самого же Есенина Балаханский первомай 1925 года станет роковым, последним. В этом же году его жизнь трагически оборвется в самом, что ни на есть, майском возрасте 30 лет. Но эта обреченность уже ощущается в есенинских строках «Прощай, Баку!» Синь тюркская «Прощай!» Хладеет кровь, ослабевают силы, но пронесу как счастье до могилы и волны Каспия и Балаханский май. Лирики Есенина бросают жесткий вызов рубленные строки Маяковского. Баку город ветров песок плюет в глаза. Баку город пожаров полыхание Балахан. Баку листья копоть ветки провода. Баку ручьи чернила нефти. Баку плосковерхи дома горбоносые люди. Баку резервуар грязи но к тебе тянусь я любовью большей чем притягивает дервиша Тибет. Парадоксально, но факт. Есенин и Маяковский это два гения антипода. Два полюса раннесоветской русской поэзии. Однако, если их что-то объединяет, то их объединяет удивительная любовь к Баку. Однако, в посвящениях Баку, как у Есенина, так и у Маяковского, всегда очень интересным лейтмотивом проходит балаханская тематика. И это абсолютно не случайно. Романтика первых лет советской власти меняет облик селения до неузнаваемости. Именно в этот период на балаханских промыслах появится первая женщина-нефтяник. Уроженка селения Балаханы Фируза Керимова, родившаяся и выросшая вот в этом старинном балаханском доме. И что же? В первый же день великолепные черные косы Фирузы, выпускницы Индустриальной Академии, обольют мазутом. Однако ее упорство, ее настойчивость, подкрепляемая ее профессионализмом, приведут к тому, что те же самые рабочие и даже инженеры, которые отказывались воспринимать ее поначалу, впоследствии назовут Фирузу Ханум командиром нефти. Фируза Керимова была не только первой женщиной нефтяным инженером, но и первой балаханкой, сбросившей чадру и вышедшей замуж по собственному выбору за активиста Гахана Керимова. При этом Фируза происходила из далеко не бедной семьи караульщика балаханских промыслов Гедиши Бабаева, солидный особняк которого и сегодня славится одним из лучших садов в балаханой. Однако, сделав свой выбор, девушка от него не отступала, а довольно трудную учебу в Закавказской промышленной академии Фируза сочетала с работой воспитательницы в детском садике в отцовском доме. Впоследствии она возглавит трест Ленин-нефть, будет награждена множеством орденов и медалей. Одной из первых женщин сядет за руль своей победы, А вечерние часы, несмотря на усталость, Фируза Ханум с упоением предавалась любимому занятию балаханцев разведению голубей. Однако, далеко не все было так радужно. На смену романтики первого советского десятилетия придут страх и репрессии конца 1930-х годов, которые также не обойдут стороной балаханы. Десятки авторитетных жители селения будут репрессированы, а иногда и физически устранены без каких-либо судебных разбирательств, как это произошло с сельским старостой балаханы Мещады Коутаром Мухтаровым. В числе жертв репрессии окажутся Мещады Мугдар-Гулиев, хан Мирзоевы, Джабиевы. Сын нефтепромышленника и домовладельца Хаджи Тагиджабиева Хабиб Джабиев уйдет в революцию, станет директором сахарного завода, однако, почувствовав надвигающиеся аресты, предупредит о них сельчан, за что и поплатится расстрелом в 1937 году. Примечательно, что, невзирая на молох репрессий, наследники пострадавших семей сумеют реализовать себя на самых различных поприщах. Так, дочь Мещады Коутара Мухтарова, Роза Ханум, станет солисткой популярного ансамбля. Племянник Хабиба Джабиева Перджан известен как один из первых операторов азербайджанского телевидения. А внук Мишады Мухдара Гулиева, Али Хальфаев, станет национальным комиссаром Азербайджана по велоспорту. Креативный дух балаханцев сумел пережить сталинский режим. Тяжелейшим испытанием для селения Балаханы станет Вторая мировая война. С 1941 по 1945 годы 1678 балаханцев уходят на фронт, 727 из них уже никогда не вернутся. Несмотря на отток трудоспособного населения, демонтаж значительной части промыслового оборудования в целях создания альтернативных центров нефтедобычи от Куйбышева до Стерлитамака, Балаханские, а вместе с ними Сабунчинские, Романинские, Бузовнинские, Бибейбатские промыслы выдают колоссальное количество нефти. В 1941 году было добыто рекордное в 20-м столетии количество черного золота, 23,5 миллиона тонн. Именно эта нефть местных промыслов сыграет решающую роль в победе над нацизмом. Пожалуй, ярче всего военная и послевоенная история Балаханы раскрывается в судьбе одного из незаурядных балаханцев Гусейна Мамедовича Ахундова. У Гусейна Ахундов родился в первую годовщину установления советской власти в Азербайджане 28 апреля 1921 года. С юных лет мальчик проявлял удивительные способности к рисованию. Седьмого класса стал посещать азербайджанский художественный техникум, а в 1939 году поступил на художественный факультет Ленинградского Института кинорежиссеров. Учебу обрывает война. В 20-летнем возрасте Гусейн Ахундов добровольцем уходит на фронт. Он участвует в обороне Москвы. Затем Курская дуга два ранения, второе серьезное. По счастливой случайности Гусейн оказывается в одном из бакинских госпиталей. Однако серьезность ранения приводит к тому, что его комиссуют. Тем не менее, не оправившись полностью от раны, 24-летний талантливый балаханский художник принимает самое деятельное участие в художественном оформлении культового произведения азербайджанского кинематографа кинокомедии Аршин Малалан. Эта работа становится трамплином, благодаря которому Гусейн Ахундов успешно оканчивает в ГИК. Впоследствии уроженец селения Балаханы Гусейн Ахундов станет первым азербайджанцем в штате киностудии Мосфильм, где он работал с такими выдающимися мастерами советского кинематографа, как Иван Пырьев, Григорий Александров и Александр Птушко. Участвовал в художественном оформлении фильмов «Весна», «Идиот», «Белые ночи». Великолепный художник Гусейн Ахундов был вместе с тем человеком очень разноплановых талантов. Именно поэтому в период его работы на киностудии Мосфильм его часто приглашают сниматься в эпизодических ролях знаковых советских картин. Так, в 1965 году вместе с великой Риной Зеленой он снимается в эпизоде фильма «Операция И». Вспомните фрагмент из фильма, когда в автобусе номер 13 пассажир очень интеллигентного вида с довольно модной сейчас прической просит хулигана Федю уступить место беременной женщине. Гражданин, уступите место. Встаньте. Если я встану, ты у меня ляжешь. Как мастер эпизодических ролей Гусейн Ахундов снимался в таких картинах, как «Человек без паспорта», «Республика Шкит», «Шестой», «Инспектор ГАИ». Однако его подлинным призванием оставалось изобразительное искусство. Он участвовал в оформлении одного из павильонов ВДНХ, руководил реставрационными работами в Московском дворце палаты Волковых-Юсуповых. А еще Гусейн Мамедович был великолепным мастером блиц-портрета, сочными и легкими движениями перенося на бумагу главные черты портретируемого. Это удивительное умение как нельзя лучше подтверждает автопортрет художника. Вы подтверждаете? Подтверждаем. Подтверждаем. Так. Гусейн Мамедович Ахундов прожил очень долгую, яркую и богатую событиями жизнь. Его не стало 6 февраля 2015 года в возрасте 94 лет. Однако и сегодня его художественный талант оказался бы более чем востребованным на его малой родине в селении Балаханы, где в реставрационных работах наряду со строителями и специалистами узкого профиля участвуют и художники, многие из которых являются местными жителями. Помимо наследия творческого, Гусейн Ахундов оставил яркое человеческое наследство. Его сын, народный артист Российской Федерации Тофик Ахундов стал одним из первых дрессировщиков бегемотов. Его гиппопотамус-шоу пользуется мировым успехом. И в этом также проявились балаханские традиции первенства в самых неожиданных областях. Балаханская летопись, равная музыкальной истории Азербайджана 20-го столетия, были бы неполны без еще одного уроженца этого древнего селения, чье имя стало подлинно знаковым. Народный артист Азербайджана, выдающийся композитор Джахангир Джахангиров. Джахангир Ширгяштовла Джахангиров родился в селении Балаханы 20 июля 1921 года, ровно за один месяц и один день до основания его альма-матер Азербайджанской государственной консерватории. Это какого детище великого Узаира Гаджибекова. Сам же Джахангир Джахангиров впоследствии станет одним из лучших студентов Узаирбека. Именно он во многом реализует идею своего великого педагога создания национального хора. В 23-летнем возрасте Джахангир Джахангиров возглавит хор при государственной филармонии и будет руководить им вплоть до 1960 года. В 1949 году, следуя совету Узаира Гаджибекова, Джахангир Джахангиров создает первое из своих серьезных произведений – вокально-симфоническую поэму «По ту сторону Аразе», за что 28-летний автор, будучи еще студентом консерватории, удостаивается высшей награды СССР Сталинской премии. Впоследствии им были написаны оперы «Азад», «Судьба певца», «Кантаты Физули», «Оратория Сабир» и «Песня Горобах» в исполнении Шувкета Лек Первой. Именем Джахангира Джахангирова названа одна из старейших балаханских школ, разместившаяся в дореволюционном особняке. Сам же Джахангир Джахангиров широкой публике известен еще и целым рядом культовых азербайджанских кинолент, мелодия которой была написана этим талантливым композитором «Кура неукротимая», «Непобедимый батальон», «Чороглы». Но помимо всего этого, Перу Джахангирова принадлежит целый цикл замечательных песен для детей. В каждом из произведений Джахангира Джахангирова чувствуется азербайджанская душа и неизменной частицей этой души является маленькая родина великого мастера – древнее селение Балаханы. Оригинальный Балаханский след прослеживается еще в одном культовом фильме азербайджанского кинематографа знаменитой комедии 1956 года «Не та так это» Олмасом Болсон. Думаю, что каждый, кто хоть раз смотрел этот шедевр, на всю жизнь сохранил в памяти образ очень такого характера, хотя так и оставшегося безымянным Хамбала Мешадейбада. Исполнитель этой роли Ахмадов Чабла Ахмад Маммад Гулоглу покоится под этой могильной плитой в нескольких метрах от древнейших балаханских святынь. Кстати, в кругу балаханцев этот человек был известен как автор газелей. Нечуждый эпистолярному жанру он творил под псевдонимом Румлу уроженец Южного Азербайджана. Он связал свою жизнь с девушкой из селения Балаханы. И именно в этом селении на его древнем кладбище он обрел свой вечный покой. Сегодня память о талантливых исполнителях главных ролей бессмертной гаджибековской комедии в Балаханы доносит креативная композиция, возникшая в ходе масштабных благоустроительных работ последних лет. Говоря о советском периоде балаханской истории, нельзя не отметить целую плеяду ученых и видных общественных деятелей, происходивших из этого селения. Это и первая на Южном Кавказе женщина, доктор педагогических наук Рафи Гошак Гюльгазы Мустафаева Маилова, это и председатель Совета Министров Советского Азербайджана в 1954-1958 годах Сады Гаджи Яралиоглы Рагимов, это и министр иностранных дел, а затем председатель Верховного Совета Азербайджанской СССР в 1987-1991 годах Эльмира Микейл Газы Гафарова, и дело не только и не столько в должностях и регалиях тех или иных незаурядных балаханцев, а в том, что ими было реализовано на этих должностях в очень непростое советское время. Так, в бытность Сады Гарагимова председателем Совмина 20 августа 1956 года принимается закон о статусе азербайджанского языка в качестве государственного. А в бытность Эльмира Кафаровой главой законодательного органа возвращается историческое название Гянджи, но в Русс объявляется официальным праздником и на конец 30 августа 1991 года принимается декларация о восстановлении государственной независимости Азербайджанской республики. Обретение государственной независимости сопровождалось кровавым омутом Карабахской войны. И вновь, как в мартовские дни 1918 года, жители селения Балаханы поднимаются для отпора агрессорам. Только на этот раз защищать приходилось не свое селение, а свою родину. Более 20 балаханцев не вернутся с полей сражений в Нагорном Карабахе. Светлая им память. В ранние годы независимости в Балаханы, как ни в каком ином уголке Азербайджана, можно было во все неприглядности лицезреть аугивые конюшни советского и досоветского периода. Селение, чьих нефтяных залежей хватило бы на несколько дубаев, было известно разместившейся здесь городской свалкой, которую балаханцы с присущим им иногда черным юмором окрестили Дубай. Дубай Балаханской свалки. Однако даже в столь безрадостной ситуации балаханы смогли побить новый технический рекорд. 20 декабря 2012 года на месте бывшей свалки вступил в строй один из крупнейших в Восточной Европе СНГ Балаханский завод по утилизации твердых бытовых отходов. Перерабатывающие мощности завода составляют 500 тысяч тонн бытовых и 10 тысяч тонн медицинских отходов в год. Следующим не менее важным шагом по возрождению селения Балаханы стали осуществляемые сейчас комплексные благоустроительные работы под эгидой компании Баки Абадлых, направленные на реставрацию, реконструкцию и консервацию объектов культурно-исторического значения, грандиозные строительные, коммуникационные, ремонтные работы, прокладка дорог. Одним словом, селение, о котором не вспоминали десятилетия, возрождается и обретает свой чисто балаханский шарм и колорит. Отрадно, что наряду с профессиональными техническими кадрами в этих работах активно задействованы художники, дизайнеры, в том числе из местных жителей. Таким образом, некогда самый заброшенный бакинский пригород Балаханы может стать привлекательным туристическим центром. Самое же главное создание комфортной среды для самих балаханцев. В 1890 году в самый разгар нефтяного бума балаханские промыслы посетил российский путешественник Марков, оставивший довольно интересные путевые заметки. По дороге из черногородских нефтеперегонных заводов Балаханы, испещренные как венами трубопроводами, автор с удивлением для себя отмечает густые хлебные посевы по берегам озера Беюкшор на посевных землях селения Балаханы. В советское время эта территория представляла собой откровенное экологическое бедствие. Сегодня озеро Беюкшор рекультивируется. Отдельные его участки ничем не уступают новому Бакинскому бульвару. И как знать, быть может когда-нибудь на выгодных землях селения Балаханы у этих холмов вновь заколосятся хлеба. Ведь не случайно на гербе селения Балаханы наряду с нефтяной вышкой, химической колбой и зубчатым колесом изображен хлебный колос. А в Балаханской летописи как море в капле воды прослеживается вся богатая, полная перипетий, а иногда и драматичных поворотов «История азербайджана». Субтитры создавал DimaTorzok